Ну вот, заявление следующее. Украина получит западное вооружение для проведения контрнаступления вовремя. Верховный главнокомандующий, объединенный вооруженными силами НАТО в Европе, заявил генерал Кристофер Коволли. Плюс Пентагон заявил, что до 98% бронетехники Украины уже получено для осуществления контрнаступления. Ну и такие же и ряд других заявлений, которые, в общем, ну, скажем так, все о том же, о том, что, в принципе, комплектно. Ты слышал, что Пригожин заявил сегодня? Да, Пригожин вообще дичь дал. Кто в списке составляет на отстрел, что предатели, что не дают снарядов, и что, значит, пойдут 2 мая в контрнаступление. 2 мая пойдут в контрнаступление, они готовы резать наши фланги, идет предательство внутри России, нам не дают боеприпасы. Нас еще хватит внимания на 2-3 недели. Все-таки вот я нечто... Ну и есть, да, нарративно мы создали, да, согласись. 2-3 недели, да. Да, вошедший... Да, ну и лучше оказаться в конце третьей недели, я бы так сказал от себя. Ну, если по сути дела, то понятно, что, как бы, вот оно, оно подкрадывается на кончиках пальцев. Мягкий пушек, зверек, могучей группировки оккупационных войск. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет. Мнение, разброс мнений я вижу самый разный. Одни говорят, да ничего, украинцев не получится, какой ужас придется сдаваться, Запад не поддержит. Западная пресса. Как бы, у других я слышу, что там, военных, например, некоторых западных, что там и украинцы их снесут, просто там пройдут победным маршем. Третьи говорят, ну да, будем возиться, минные поля, есть свои сложности. В общем, скептикам быть приятно. Либо ты приятно удивлен, либо оказался прав. Многие поступают из этого. Я сдержанно оптимистичен. Думаю, что ярких результатов не миновать. Посмотрим. Ну, хорошо. А по теме списков, он же идет вабанк, что называется. То есть, он же, мы понимаем, предполагает под этими лицами из списков на листочках, о которых он говорит, все тех же Герасимов, все тех же Шойгу, все тех же Лапиных, Теплинских и так далее. То есть, они-то вообще собираются с ним решать вопросы? Ну, просто интересно. Да, им сейчас станет всем не до этого, честно говоря. Как замес. Там много будет криков по обвинению друг друга, а важно не это, а важны темпы и направления продвижения украинских сил обороны. То, что они будут кричать и разбираться между собой, посмотрим. Вот, посмотрим. Я подозреваю, что он подозревает, что его российское командование военно будет кидать и затыкать дыры в прорывы. А попадать под каток направления главного удара – это удовольствие сильно, ниже среднего, даже для вагна. Там он может и закончиться. Во всяком случае, у него такие, скажем так, серьезные опасения, что его кинуть, затыкать прорывы танковые. А это, знаете ли, чревато. Он прямо о почве говорит, говорит, второму мая подсохнет, все уже. А отказаться же нельзя. Дожди закончатся. А такое возможно вообще, чтобы против танковой кинули? Потому что последний дождик завтра, он говорил точно, а ко второму мая, все, неделька, как уже все просохнет. Да, посмотрим. Там это же все. Понятно, что уже. Ну, могу назвать такой интересный признак. У нас же военные отмечают, что в сводках резко замелькала увеличившаяся потеря российской артиллерии. С чем это связано? Ну. Когда выбивают артиллерию, с чем это связано? Ну, это какие средства применяют, чтобы ее выбивать? Всякие разные, кто его знает. Ну, выбивают, увеличилось количество. Скоро. Скоро. Скоро уже. Скоро. 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 Скоро.